Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Артем. На моем канале все касаемо инвестиций, а также спекуляций. Канал ведется с 2012 года, на нем уже очень много полезной информации. Заходите, посмотрите. Думаю, обязательно для себя что-нибудь найдете. Сегодня тема нашего обсуждения, конечно же, нефть и ее чудовищное падение ниже нуля. Если честно, у меня 12 лет стажа, я даже представить не мог, что мы можем упасть, ну что нефть может упасть ниже, собственно говоря, нулевой отметки. И стоить быть в отрицательных значениях. Для меня это нонсенс, на самом деле. Я такого даже не предположить не мог. Компания Globox, это крупнейшая биржевая площадка, где, собственно говоря, данные фичерские контракты торгуются, установила, кстати, лой по данному инструменту в размере одного цента. О чем это говорит? Что даже компания Globox и биржевая площадка не могла предположить, что стоимость актива может стоить ниже нуля в отрицательных значениях. Ну то есть это мы, конечно же, присутствуем при таком историческом моменте. Конечно, рано или поздно все мы узнаем, почему подобное произошло на самом деле. Но моя задача сегодня вам рассказать о том, что на самом деле ничего такого прям страшного, чудовищного не произошло. Потому что мне в комментариях уже завалили личку о том, что значит дефолт, уже сказали, что будет дефолт, что завтра урокнет Америка, что завтра Путин повесится в зданиях Кремля. На самом деле ничего подобного как бы не произойдет, потому что речь идет не о нефти в целом, а речь идет о фьючерсе на нефть. И сегодня я вам расскажу, что такое фьючерсы, что они из себя представляют, что это такое за инструменты, что в связи с этим, собственно говоря, делать. Ну, на самом деле на моем канале есть отдельное видео. Если вы занимаетесь трейдингом, либо интересуетесь, вам будет проще его посмотреть. Видео я оставлю в комментариях, либо в подсказках, где-нибудь, в общем, ссылку найдете обязательно, где я рассказывал о том, что такое экспирация фьючерсов. Да и если вы в этом не разбираетесь, буквально в 2-3 предложения я сейчас вам объясню, что такое фьючерсы. Ну, на самом деле все очень-очень просто. Кстати, в комментариях к этому ролику находятся тайм-коды. И если вы не хотите смотреть информацию, что такое фьючерсы, пожалуйста, перемещайтесь по тайм-кодам. Очень, собственно говоря, удобно для вашего удобства их делаю. Предположим, есть я и есть вы. И вы, например, некий биржевой игрок. Вы занимаетесь тем, что покупаете там, где, собственно говоря, дешево и продаете там, где дорого. В общем, зарабатываете на разнице цен. Вот есть я, например, обычный фермер, который хочу зарабатывать на том, что, ну, например, посажу определенное поле технической марихуаны, например, в размере 7 гектар. Мне нужно заложить, разумеется, определенную смету. То есть я должен взять определенный кредит на эти цели, я должен купить определенную технику, я должен сделать, соответственно, работников нанять определенных, закупить пассивной материал. И все это, конечно же, траты. И я составляю, если я грамотный фермер, я составляю, знаете, некоторые, ну, такой вот, некоторый бюджет. Да, я планирую, при какой стоимости на затонну технической марихуаны я выйду в плюс и при какой стоимости я на этом заработаю. Я, например, выясняю, что стоимость, например, 10 долларов за тонну. Ну, предположим, сколько она там стоит, на самом деле, я не знаю. И здесь я прихожу на биржу и смотрю, какая сейчас стоимость. Я смотрю, что, например, сейчас стоимость в районе, например, 8 долларов за, соответственно, тонну. Я должен быть уверен, что к моменту, когда я соберу урожай, данная марихуана будет стоить именно 10 долларов. Иначе я буду, иначе я прогорю. Таким образом, я прихожу, например, к некому биржевому игроку. Ну, грубо говоря, очень, я сейчас очень-очень утрирую, понимаете, этот момент, я приматизирую. Я прихожу к биржевому игроку и говорю, биржевой игрок, знаешь, вот такой вот момент. Я тебе поставлю, вот сейчас просто слушайтесь, нам это очень пригодится в будущем. Я тебе поставлю, ну, например, 100 тонн технической марихуаны в сентябре. 100 тонн, давайте запишем. 100 тонн технической марихуаны в сентябре. А ты мне, в свою очередь, купишь эти 100 тонн марихуаны в сентябре по цене 10 долларов. И если вас устраивает, и его устраивает, у вас совершается фьючерская сделка. То есть, что такое фьючерская сделка? Это сделка, которую вы должны сделать в будущем. То есть, сейчас вы как бы договорились о том, что вы это сделаете в будущем. Пришла сейчас вот внезапная такая ассоциация, самая внезапная ассоциация, не самая лучшая на самом деле. Предварительный договор в недвижимости. Вот здесь примерно то же самое. Есть продавец, есть покупатели. Мы составили предварительный договор, что мы собираемся пойти в Росреестр и оформить сделку. Здесь примерно то же самое. И таким образом формируется некий фьючерский контракт. Шло время, многие фермеры занимались подобным, и, к слову сказать, то, что я вам сегодня рассказал, это вот именно так, как было. Это все началось именно с фермерского рынка, с рынка пшеницы, и вот как-то оно так развивалось. Шло время, и люди здесь смекнулись, что, слушай, а зачем мне в принципе вообще как бы что бы то ни было выращивать, если я могу покупать либо продавать сам фьючерс? То есть сам инструмент, сам контракт, и не владеть никакой пшеницей, марихуаной, кукурузой, да чем угодно. Я могу просто на разнице цен зарабатывать. И таким образом здесь многие люди стали просто покупать либо продавать так называемые бумажные инструменты. Так, например, касаемо нефти, если мы разбираем нефть, у нефти есть два таких момента. Существует нефть обычная, вот именно как некая бочка, да, вот бочка с нефтью, представьте, обычная бочка с нефтью. А существует нефть бумажная, это именно фьючерский контракт, то есть обычная бумажная нефть. Но здесь есть кое-какой момент. Дело в том, что у каждого фьючерского контракта есть так называемая дата экспирации. Это последний день, и когда в этот последний день вам нужно, соответственно, либо поставить определенное количество товара, ну в нашем случае, например, марихуаны или бочку нефти, да, либо предоставить определенную цену. Но вы же заключили определенный контракт, да, и вы заключили определенное соглашение. Я надеюсь, это понятно и понятен этот процесс. Чтобы вас не экспирировало, чтобы вы ничего не поставляли, и чтобы вы не рассчитывались в деньгах, принято до момента экспирации закрывать свои сделки. Либо это делаете вы, либо за вас это чаще всего делает брокер в принудительном порядке, если вы в силу своей глупости, тупости и так далее этого не сделали. Вам принудительно закрываются сделки. И таким образом, что здесь происходит? Таким образом, у нас в рынке происходит, вот, некий, не происходит некого расчета, да, но в момент закрытия сделок происходит огромное количество, либо всплеск спроса, либо всплеск предложения. С этим я надеюсь понятно. И еще привлеку ваше внимание такой фразой. Более 89% всей нефти, которая торгуется, торгуется в бумаге. Что имеется в виду? Вот представьте себе огромный рынок, где люди покупают, продают, продают, что-то там галдят, обмениваются деньгами, либо вот так вот, собственно говоря, этими деньгами сорят. Эта пачка уже знаменитая. Боже мой, сколько раз я ее показывал. А теперь представьте, что 89 сделок происходит в бумаге, и там нет товара. То есть, если вы придете в конечного потребителя и скажете, слушай, а вот мы сейчас с тобой сделали сделку, ты давай-ка, собственно говоря, предоставь мне там баррель нефти. Он скажет, слушай, какая баррель нефти? Я вообще живу на мамину зарплату. Понимаете, здесь примерно происходит то же самое. То есть, вроде бы сделки есть, товарооборот, вроде бы как есть денежный товарооборот, но нет непосредственно товара. И поэтому, в общем, происходит то, что происходит. Так вот, теперь представьте такой момент. Вот мы имеем ситуацию в связи с коронавирусом, и здесь у нас на реальный товар, вот именно на реальный, на бочку с нефтью, у нас стали падать цены. В связи с чем? В связи с коронавирусом чудовищным образом, ну как чудовищным, на 30% упал спрос на нефть. Что это значит? Ну вот, грубо говоря, вот опять-таки приведу такой пример. Вот у меня в руках книжка. Рекомендую вам, замечательная книжка «Разумный инвестор» на самом деле. Для этого в ее печати нужно определенное количество чернил. Нужно, чтобы работник вышел на работу, приехал на своем автомобиле и так далее. Соответственно, здесь вот в этой всей цепочке между редактурой этой книжки, печатью и конечным потребителем, конечным чтением, есть какой-то товарооборот, в котором нужна эта нефть. В связи с тем, что мы все сидим на карантине, в связи с вирусом, разумеется, эта нефть не нужна, и она не потребляется. Как следствие, упал этот спрос, соответственно, на нефть, на обычную нефть. Вот сейчас вот думаем именно как товар. Обычный товар, обычная нефть, не бумажная нефть, не фьючерс, обычная, собственно говоря, нефть. Упал, соответственно, товарооборот. Эта нефть стала никому не нужна. На фотографиях вы видите танкеры с нефтью, которые не могут зайти непосредственно в склады и не могут разгрузиться. Их тупо не пускают, потому что нефть негде хранить. Вот до такого, собственно говоря, дошло. Дальше, следующий скриншот я вам покажу. На следующем скриншоте это запасы нефти. Мы видим, что мы сейчас находимся на исторических таких моментах. Это график запасов нефти. Ну, такого, в принципе, за последние 4 года, за 5 лет, такого не было никогда. Более того, такого не было, в принципе, в истории. То есть мы присутствуем при таком историческом моменте. Запоминаете, потом будете говорить, а вот я-то, я-то помню этот момент. И, разумеется, спрос на нефть в целом упал. А теперь мы возвращаемся к тому, что 89, соответственно, процентов людей торгуют эту нефть в бумажном формате. И здесь что произошло? Вот у нас стали падать котировки на нефть. Стали падать, падать, падать в связи с падением спроса. В связи с тем, что у нас люди довольно-таки умные. Все умные, как вы знаете. Большинство людей, разумеется, ловили отскок. Но сейчас карантин снимут. Сейчас опять карантин снимут. Вот один лопоухий инвестор. Все вы его, наверное, видели. Я даже детям, если бы у меня были свои дети, я бы их пугал, собственно говоря, этим лопоухим инвесторам. Он даже говорил, я не слежу за этим рыночным шумом. Я не слежу за этим рыночным шумом. Рынок упал, он отрастет. Он отрастет. Давайте портфельные инвестиции. Приходите, платите мне бабки. Я вам сделал портфельные инвестиции. А рынок продолжал. Все падает, 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 падает. И падает, и падает, и падает. И люди хватаются за голову. Они не знают, что делать. Потому что они, в свою очередь, купили вот здесь где-то нефть, в расчете на то, что сейчас карантин снимут, и все у нас будет прекрасно. А нефта падает. Нефта падает, собственно говоря. Потому что если они выйдут вот здесь и продадут свою бумажную нефть, они, разумеется, зафиксируют убыток. А так у них есть хотя бы идея. Хотя бы идея, перспектива, ну что сейчас карантин снимут, и что сейчас у нас нефть отрастет. И что сейчас у нас будет все, собственно говоря, прекрасно. И мы на этом даже заработаем, ну, хотя бы выйдем в небольшом месяц. А нефть у нас все падает, падает, падает. И инвесторы, и трейдеры откладывают момент, соответственно, закрытия своей сделки по бумажной нефти, по фьючерсу. Откладывают, 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 откладывают. В расчете, что, ну, сейчас развернет. Ну, вот-вот опять развернет. Ну, вот-вот опять. Сейчас вот, ну, вот сейчас точно развернет. Вот на моем канале, кстати, есть рекламный продукт. Вот-вот развернет. Ссылку оставлю в описании. Посмейтесь на досуге. При покупке пакета вот-вот развернет. Подарок вы получаете, ну, сейчас точно развернет. Но и это еще не все. Позвонив прямо сейчас, вы получите подарок. Не может не развернуть. В конечном итоге они дотрянули до самого последнего дня. И в этот момент их сделки стали принудительно закрывать. Принудительно закрывать со стороны брокеров. Они сами стали принудительно закрывать свои сделки. И что в этот момент произошло? В связи с тем, что в рынках появилось огромное количество предложений, на фоне отсутствия спроса на бочку нефти, вот именно как на некий товар, цены стали падать. Они упали до нуля. И, если честно, для меня очень странно и дико, что они упали даже ниже. Даже ниже. Ну, понятное дело, что люди, собственно говоря, вышли в минусах. Многие сейчас, ну, я думаю, что завтра, послезавтра, читайте новости, банкиры будут прыгать из окон. Ну, не банкиры, наверное, собственно говоря, трейдеры, так называемые трейдеры-миллионеры, как я их люблю называть, лопоухие инстаграмные инвесторы. В общем, вот произошло подобное. То, что произошло. Говорить о том, что, ну, знаете, я думаю, вот, дамы и господа, нужно поиметь в виду, вот то, что сейчас произошло, это преступление. Это преступление против человечности. Я более чем уверен, что будет определенное расследование, что будет, соответственно, ну, будут какие-то суды, прокуратура там, да, кто-то там, адвокаты в галстуках, в пиджаках будут говорить, так, я вас там категорически приветствую. Это гоблины тоже пригласят на суд. То есть, что-то будет, потому что, в общем и целом, на мой взгляд, это преступление, то, что произошло. Биржа могла принудительно закрывать всех по... Хотя, тут еще вопрос. Почему не приостановили торги? У меня вопрос к бирже. Почему стоимость актива стала стоить ниже в отрицательной зоне? Для меня тоже вопрос, потому что даже сама биржа писала о лое в размере не одного цента. Ну, тут еще вопрос. В общем, я поделился своими определенными соображениями. Но, опять же, вот теперь мы переходим дальше. Что будет дальше? Ай-яй-яй, ай-яй-яй, все, вот нефть упала. Сейчас вот Путин все довел страну до ручки. И так все вот эти вот варианты давайте мы сейчас отбросим. И давайте посмотрим более-менее трезво, собственно говоря, на мир. Ниже, вот здесь вот в списках, вы видите те же самые фьючерсы, но с поставками чуть подальше. Например, июньский фьючерс. Июльский, августский, сентябрьский, октябрьский. Вот, как по мне, экспирация через месяц это преступление. Это преступление, это, понимаете, это не вам, это не какая-то акция, в которую ты вложил, и ты можешь годами в нее находиться, годами. Здесь тебя призывают делать какие-то действия. То есть, если бы инвесторы имели экспирацию, например, через 3, через 4 месяца, через 5 месяцев, они бы тупо пересидели, они бы ничего не делали. У нас бы не было такого катастрофического падения. Но поскольку их заставили перейти на другой контракт, с исполнением этого контракта, заставили принудительно закрыть свою позицию, у нас произошло вот подобное явление. Ну да ладно, мы немножко отвлеклись. Обратите внимание, что у нас, какие у нас здесь цены. Вот у нас здесь цена, цена last нас интересует. Не open, не high, не low, а цена last. Ну вот декапрьские, январские фьючерсы в размере 20, 21 и так далее. Окей, с этим мы разобрались. То есть, ничего страшного не произошло. Вот у нас июньские фьючерсы в размере, стоимость 21, 23. Теперь другой вопрос. Что будет с нефтью Brent? И вообще, что будет дальше с нефтью и так далее? На самом деле, вот это событие, конечно же, отрицательно повлияет на рынок. Конечно же. Но говорить о том, что нефть будет стоить ниже нуля, ну как бы невозможно. Я более чем уверен, что, конечно же, стоимость нефти найдет какое-то свое определенное значение. И более чем уверен, что нефть, конечно же, найдет какое-то свое некоторое идеальное значение. и будет продаваться по тем пунктам, которым, собственно говоря, она будет продаваться. Я понимаю, что я сейчас немножко загнул. Простите, сонного мозга трейдера. Я к чему все это говорю? Конечно же, это событие, безусловно, повлияет на нефть. В целом, да, вот как на некий товар. Но говорить о каком-то таком серьезном падении, что нефть теперь везде будет стоить ниже нуля, и что завтра, значит, выйдет Путин и скажет «все», да? Дорогие друзья, все. Такого, в принципе, не будет. Такого невозможно даже себе представить. Хотя вот отрицательное значение тоже невозможно было себе представить. Но вот оно произошло. Я к чему это говорю? К тому, что нефть как товар, как вот именно товар, она останется, и, конечно же, она будет востребована, когда снимут ограничения на, соответственно, перемещение, когда снимут карантин во многих странах мира, когда экономика запустится. Разумеется, нефть будет более-менее стоить. Я думаю, что это случится через месяц, через два. То есть мы переживем этот момент, и все у нас будет прекрасно. Другой вопрос. На каких ценах она будет стоить? Вот этот вопрос, он грамотный. И вот именно этот вопрос стоит задавать себе. По каким ценам будет нефть? Я не знаю. По моим расчетам в районе 25-30 за бочку. По моим расчетам. Но сколько она будет стоить конкретно к этому моменту, я не знаю. Но вот сейчас я вам покажу фьючерский контракт на нефть сорта бренд, на нашей московской бирже, сколько она стоит. На данный момент она стоит в районе 26-12 долларов за, соответственно, контракт. Ну, как-то так. Ну, у нас есть падение, мы на это безусловно отреагировали. Да, у нас вот есть падение. Но говорить о том, что в целом вся нефть теперь стоит так, я бы не стал. Поэтому переживать по поводу этого не стоит. Все будет хорошо, все будет прекрасно. Сидим на карантине, все. Как бы пообщайтесь со своими близкими, с друзьями, с женой. Займитесь с ней сексом. Сходите с детьми куда-нибудь, я не знаю, на кухню там, в баню там, если у вас есть баня. Да, отдыхайте, отдыхайте, все будет прекрасно. Не забивайте себе голову, не надо паниковать, все хорошо. То, что у нас произошло падение, ну, это, знаете, это такое. Ну, некий казус судьбы, да, исторический момент, ну, некий казус судьбы. Будет потом, что, собственно говоря, вспоминать в будущее. Удачи вам, зарабатывайте, счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok